Путин и не подумал, у него в страшном сне нет никаких мыслей подобного родства. Советское общество чудовищное родство. Я почему говорю, что создание СССР это одна величайшая геополитическая катастрофа. Когда у нас отобрали Украину, Криворожскую, такую сяку. Это геополитическая катастрофа номер один. Распад Советского Союза это геополитическая катастрофа номер два. А разрешение между этими двумя геополитическими катастрофами это, так сказать, возвращение к какому-то перекрученному, перевернутому и не совсем понятному плану автономизации в унитарном государстве. Ein Volk, Einreich, Einführer. Это вы Суцкого, да, цитируете? Ну, я даже... Нет, Суцкого, Суцкого. Это просто Суцкий сказал, мы других авторов этой фразы не знаем. Да, другие авторы у нас под запрет. Дорогие друзья, вы будете очень смеяться, но история возобновила течение свое. То есть уже забытая и похороненная история ВКПБ внезапно восстановила свое течение. Я не помню, когда была последняя передача. По-моему, она была все-таки до Октябрьской революции. Но... Нет, после. 22 апреля последний выпуск был. 22 апреля? Не может быть. Ой, вру, 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 вру. 24 июня. 22 апреля это первый выпуск. Вот так пишется история. Вот это маленький пример того, как пишется настоящая научная история. Так вот, значит, но даже если это было 24 июня, то с тех пор больше месяца прошло. Июня. Июня. Еще раз как пишется история. Вот мы сейчас дали... Собственно говоря, на этом передаче можно закончить. Вот мы сейчас дали блестящий пример методологии и техники истории. Вот, и так, значит, я вам честно скажу, пусть историки будущего объяснят, почему мы прекратили передачи и почему мы решили их возобновить. Я этого не знаю. По-моему, Эбрагим тоже этого не знает. Тем не менее, факт заключается в том, что мы эти передачи практически прекратили. А сейчас мы их, надеюсь, восстановим. Вот, ответа на вопрос, почему, точно так же не существует, как ответа на вопрос, почему Россия деноцифицирует Украину. У меня есть одна гипотеза. Да. Это гипотеза о том, что после последнего выпуска нас забанили на две недели. То есть, как минимум две недели у нас была уважительная причина. А потом, там, вхождение в график, понимаете, в общем, это все козни корпорации Google. Да, вероятно. Они убоялись конкуренции и нанесли предательский удар. Короче говоря, потом мы решили разбаниться, и вот теперь мы, значит, опять перед вами. Я абсолютно забыл, и я думаю, что все слушатели забыли, что именно мы говорили, чего мы не говорили. Поэтому в сегодняшней передаче будет неизбежно несметное количество повторов. Тем не менее, общая, значит, хронологическая канва, все-таки я ее в зубах удержал. Ну, давайте я скажу, мы остановились, собственно, на 10-м съезде, дискуссия о профсоюзах, шляпников, вот, колонтай, сапронов, вот, фракционеры и оппозиционеры. Вот так наш выпуск упрашивает, звучал. А разве мы про назначение Сталина генсеком не сказали? Сказали, но этот выпуск в бану. Ну, фразой, понятно. Ну, вот сейчас мы поговорим на эту тему многими фразами. Значит, Сталин был назначен генсеком, какого именно, апреля 22-го года? Не назначен, избран, его избрал генсеком, пленом ЦК РКПБ. По-моему, в апреле точно было. В апреле-то в апреле, вот, да. 3-го апреля 22-го года. Вот. 3-го апреля 1922-го года произошло историческое событие, значение которого тогда никто не понял. А именно, Иосиф Виссарионович Бугашвили, партийный псевдоним К. Сталин, то есть Коба Сталин, был избран генеральным секретарем ЦК РКПБ. Произошло это по итогам 11-го съезда РКПБ, последнего, кстати, съезда, на котором выступал Ленин. Вот. Избрали на этом съезде, значит, ЦК партии. И избрали. 3-го апреля действительно 22-го года произошло, можно сказать, историческое событие. Были избраны руководящие органы ЦК, то есть Политбюро и секретариат. Значит, я сейчас два слова об этом скажу. Во-первых, надо иметь в виду, что должность генерального секретаря ни разу в уставе обозначена не была. Впервые в уставе КПСС она появилась в 1966 году, когда на 23-м съезде КПСС генеральным секретарем был избран Брежнев. До этого он был первым секретарем. В уставе РКПБ и ВКПБ были просто секретари ЦК. Откуда появилось название генеральный, кто его предложил, абсолютно историкам, как я понимаю, неизвестным. Во всем случае, я указаний на это нигде не нашел. Еще гораздо важнее, что в уставе партии и не в уставе партии, а в каких-то, так сказать, закрытых документах, подзаконных документах, не были обозначены права генеральному секретарю. Как, кстати, они не были обозначены и в уставе 1966 года. Это была сознательная политика Ленина, который строил конспирологическую и закрытую партию, где все решается, как и в период подполья, где все решается по понятию. До назначения Сталина, до избрания Сталина генсеком, секретарями ЦК были три человека. Михайлов, Молотов и Рославский. Михайлов это вообще никто. Очень мелкий партийный функционер, не имевший никакого влияния. Никак себя не обозначу в истории, но, естественно, его расстреляли в 1937 году, но он был никто. Он был секретарем ЦК, соответственно, один год, с 21 по 22. Ярославский, Губельман, имени Емельян Михайлович Ярославский, имени Израилевич Губельман. Это такой партийный болтун, довольно продвинутый, потом его там на разных должностях держали, но никакого организационного влияния он не имел. Реально всем секретариатом ЦК с 21-го года заправлял Молотов. Ну, Ярославский известен своей атеистической компанией, собственно. Я думаю, мы о нем еще тоже будут случаи. Главное, что, кстати, был крупный специалист, наш с вами учитель, можно сказать, автор многочисленных книг по истории. И участвовал, кстати, в составлении того самого краткого курса 38-го года. Ну, и, кстати, Ярославский один из немногих старых коммунистов, которые по непонятному каприzu уцелели и, значит, не попали в машину в 37-м. Реально всеми делами в ЦК заправлял Молотов. Значит, он стал секретарем в 21-м году. По предложению Сталина, как считается, они были давно знакомы, они были знакомы с 17-го года, они вместе в Петрограде значит, работали. Вот. Из руководства партии Молотов был один из трех людей, с которыми Сталин был на «ты». Это, значит, Молотов, Орджоникидзе, естественно, наиболее близкий друг Сталина. А нет, вру из четырех. Молотов, Орджоникидзе, Бухарчик и Ворошилов. Вот. А Молотов дело наладил. Он был хороший канцелярист, исполнительный, толковый, аккуратный. У него огромная переписка с Лениным в этот период. И он, в общем, всю канцелярию ЦК партии очень успешно возглавлял. До сих пор, опять же, историки партии не могут ответить на важнейший вопрос. Если Молотов так хорошо со всем справлялся, то зачем в 22-м году понадобилось назначать главным секретарем, ясно было, что генеральный секретарь это не просто так, не хухра-мухра, главным секретарем назначать зачем-то Сталина. Молотов при этом остался секретарем. В 22-м году секретариат был избран так. Сталин, генеральный секретарь, Молотов и Куйбышев. Куйбышев человек партии известный, но человек очень бестолковый и довольно слабого характера, кроме того, пьяница, что, конечно, не способствовало. Да и не пьяница, а укаш. Ну да. что, конечно, не способствовало успешной работе. Фактически Сталин и Молотов. Зачем назначили Сталина на эту тему историю, как говорится, история медиан-темная непонятная. Но некоторые соображения высказать можно. Я вот сейчас ими поделюсь, а потом перейдем к следующему. Значит, давайте посмотрим так. Вот политбюро, опять же, избранное в 22-м году. Члены политбюро. Ну, естественно, Ленин, Троцкий, понятно, Каменев, Зиновьев. Кстати, Зиновьев до этого был кандидатом в политбюро. Кстати, права кандидатов и членов политбюро тоже никак не оговорили, чем может кандидат, чем может член. Ну вот, значит, Ленин, Троцкий, Каменев, Зиновьев, Сталин, Рыков и Томский. Значит, Рыков, был зампредсом наркома и вел хозяйственные дела в Семьем. Томский был председателем ВЦСПС, государства рабочих, и поэтому должность председателя ВЦСПС, Всероссийского Центрального Совета Профессиональных Союзов, имела огромное значение. Это еще был пережиток с дореволюционной порой, когда партия главным образом работала с рабочим классом, с профсоюзами и так далее. Зиновьев, значит, был хозяином Петрограда, председателем Петроградского Совета, реально полновластным диктатором Петрограда, и при этом возглавлял исполком Коминтерна, хотя исполком Коминтерна был в Москве, но тем не менее вот так. Что касается Каменева, то, да, ну, Троцкий, понятно, представитель военсовета, нарком военморских дел, вот, а что касается Каменева, то у него было две важных должности, он, извините, что касается Каменева, то у него было две важных должности, он возглавлял исполком Моссовета, это была отнюдь не диктаторская власть в Москве, потому что в Москве было слишком много важных коммунистов. Сергей Семенович Собянин, у этого, конечно. Ну, нет, у него ластишка была поменьше, чем у Собянина, и поменьше даже. Да бросьте, вы хотите сказать, что Каменев имел меньше полномочий, чем Собянин, нынче в Москве? Конечно, ведь в Москве был первый секретарь московского комитета партии, тогда это был некто Зеленский, и он, конечно, балансировал, да, как член политбюро, он имел большое влияние, но партийная организация, она была все, Московская партийная организация, ему не подчинялась. Зиновьеву, хоть и неформально, Петроградская партийная организация полностью подчинялась, а Каменева Московская партия организации не подчинялась, важный человек, да, влиятельный человек, но... Вот, а вторая должность была зампред, так же, как и Рыков. Зампред Совнаркома, то есть зам Ленина и зам пред 100 Совета Труда и Обороны. Это был такой президиум Совнаркома, который занимался важными вопросами, ВПК, армия и так далее. То есть все люди, народ, как говорится, предель. И, значит, единственный член политбюро, у которого были тоже важные обязанности, но, может быть, не вполне достаточные, это Сталин. Сталин был с 1917 года наркомом национальности. То есть он занимался чем? Размежеванием национальных республик, обеспечением прав нацменьшинств, политкорректности. Главный политкорректор. И отношениями с другими советскими республиками. Они были довольно запутанные. В Закавказе были вечные конфликты, о чем, я надеюсь, Абрагим расскажет. Очень непростая ситуация была в Средней Азии. Мы о ней знаем в основном по белому солнцу пустыни. Но картинка была непростая, потому что роль Черного Абдуллы исполняли местные коммунисты. А роль, значит, Гюльчатай и прочих освобожденных женщин Востока исполняло население. И отношения были непростые. То, значит, создавали, была там такая Туркменская комиссия, Туркменское бюро, Среднеазиатское бюро, Туркменская комиссия и Среднеазиатское бюро ЦК. В общем, там было непросто. Но Сталин в Среднюю Азию, как я понимаю, очень мало лезет. И вторая должность Сталина, очень важная, это нарком госконтроль. Но надо иметь в виду, что должность этого самого контролера была довольно условная, потому что во время гражданской войны много не наконтролируешь. Вот. И, значит, не влезешь ты во все ведомства и министерства, задавая неудобные вопросы. При этом Сталин был человек в стране абсолютно никому неизвестный. Но в партии очень авторитет. Очень авторитет. Не только потому, что он давным-давно был в руководящих органах. Достаточно сказать, что на шестом съезде партии в 17-м году, когда Ленин был в разливе, именно Сталин делал политический отчет ЦК. Ну да, тогда еще Троцкий не был членом партии, Зиновьев был спрятан в разливе, Каменев был на полуосадном положении, но тем не менее. Вот Сталин был такой, что мог сделать политический отчет. Кроме того, среди других руководителей партии Сталин выделялся тем, что он никогда не шел против Ленина. Один раз в 17-м году было, до приезда Ленина. Он тогда в Петрограде вместе с Каменевым проводил линию на соглашательство с Временным правительством. Но как только приехал Ленин, Сталин абсолютно твердо... Вот был действительно твердокаменный ленинист, занял твердую ленинскую позицию, это очень ценил Ленин, и вообще в партии ценил. И еще один важный аргумент. Вот смотрите, значит, все перечисленные люди, кроме Троцкого, никогда не были на фронтах. То есть один раз на фронт гражданской войны поехал Каменев, и лучше бы не ездил. Он наломал таких дров на Украине, запутал там все, и, в общем, его поездочка дорого обошла. Сталин с фронтов не вылезал. Впоследствии, к его 50-летию, в 1929 году, Ворошилов напишет брошюрку Сталина Красной Армии. И там он наврет стрекор обозначит мюнхгаузеновские такие охотничьи рассказы. Но это не выдумка, это преувеличение. Это преувеличение. Но реально Сталин непрерывно мотался по фронтам. Он был в Петрограде, он был на Южном фронте, он был на Восточном фронте. Он везде единственный из членов политбюро, который непрерывно по фронтам мотался. Успешно, неуспешно, другой вопрос. Но это, конечно, прибавляло ему авторитет. Если взять эту самую фалеристику, которую мы тоже делали в программе, то Троцкий и Сталин были два члена политбюро, которые имели ордена Красного Знамени. Больше их не имел никто. И это было вполне справедливо, потому что они действительно реально участвовали в военной работе. Ну вот, и таким образом, альтернатива была следующая. Или аппарат ЦК остается чисто исполнительным органом, который выполняет решение политбюро. Или, если вы хотите усилить аппарат ЦК и ввести в него какого-то члена политбюро, то кроме Сталина вводить просто некого. Все остальные народ занятой, предели, да и не хотели бы они на эту должность идти. Таким образом, по-видимому, из этих соображений Ленин, а это, безусловно, принял решение. Ленин, конечно, в обход его, во всяком случае, это было невозможно. Принял решение назначить Кампу Сталина, Кубу Сталина, генеральным секретарем. А Молотов был кандидатом в политбюро. Кстати, кандидатов в политбюро было три. И Бухарин, Калинин и Молотов. Бухарин был главный редактор «Правда», один из руководителей «Коминтерна» и такой главный теоретик, так сказать. Калинин, понятно, председатель в ЦИК, ну и вот Молотов. Вот такой, значит, расклад, чисто формально организационный, возник по итогам 11-го съезда. А во что это вылилось дальше, я предоставляю словом. Ибрагиму кое-что об этом рассказать. Да, я сегодня планировал рассказать о здоровье, собственно, Ленина, о его последних годах. Но перед этим, просто идя по хронологии, необходимо говорить о двух, так скажем, проектах создания Советского Союза. Вообще, во многом наш выпуск, как я понимаю, посвящен старту страны Советов. Нужно назвать это так. Величайшая геополитическая катастрофа 20-го века, создание СССР. Величайшая, нет, ну если распад СССР, это величайшая геополитическая... Создание еще больше катастроф. А, нет, ну создание, наверное, величайший триумф. Ну, понятно, что кому как. Я думаю, сочувствующих этому событию очень мало осталось, старых большевиков. Но, тем не менее, было два крупных проекта. Первое, это план автономизации. Вы по срокам расскажите, пожалуйста. Ну, по срокам вы имеете в виду, когда они задумывались? Про проработки проектов и когда все это начало. Вообще, план автономизации Сталина, он как бы существовал, ну, он был создан в августе 22-го года, соответственно, полгода он разрабатывался и в конце концов принят не был. Собственно, был принят план федерализации. Что есть план автономизации, что есть план федерализации? Я тогда два слова поясню. Значит, смотрите, к 22-му году Российская империя, которая развалилась на составные части, советская часть Российской империи, включалась в следующие республики. Ну, естественно, РСФСР. Которая в 22-м году, наконец, вошла, или в 21-м, в 21-м, в Дальневосточная республика. Владивосток далеко, но ведь город-то это нашинский. Сказал Ленин, сказал и пошла. Значит, РСФСР. Украинская ССР. Границы которой, как я понимаю, мало менялись с РСФСР, кроме полуострова преткновения Крыма. Ну, нет, там еще был вопрос с тем, что называлось Дон-Кривбас. Но это мы опустим, потому что Донбасс, он сначала, как бы, почему Владимир, что Владимир Путин пеняет Ленину, как бы, сто лет спустя. Кстати, говоря, ровно сто лет спустя, что Владимир Ильич, он, как бы, отрезал Донбасс и закинул его в Украину. В действительности, да, это было целесообразно, вот эти вот территории передать в Украинскую Советскую Социалистическую Республику. Но это позже произойдет просто. Я просто хотел в общих чертах про план автономизации сказать. Я просто объясню, для чего вообще все это было. Ну, Донецкая Криворожская Республика, кстати, это было абсолютно правильное решение Ленина, ввести ее в состав Украины, потому что ему надо было советизировать Украину. Украина-то была, но это была абсолютно сельская страна, а селяне без восторга относились к советской власти. Воткнув туда Донецко-Криворожскую Республику, рабочую, по преимуществу. Да, но тут важная деталь, если мы говорим про Дон Кайфбас, его упразднили в 19-м году, но его упразднили как бы до появления Тон Кайфбаса, это Донецкая Криворожская Советская Республика. Но смысл в чем? В том, что она просуществовала, по-моему, вот да, с 12 февраля 1918 по 19 марта 1918 года. Но тогда еще не был придуман план и архитектура Советского Союза. И позднее, как бы, то, что называлось, перестало называться в 1918 году Дон Кайфбас, Ленин воткнет в структуру Украинской Советской Социалистической Республики. Вот так скажем. То есть, по факту. Просто тогда у него плана этого еще не было. То есть, в начале Донецко-Криворожская Республика ушла в состав РСФСР с Украиной. Затем перед Лениным стояла, в общем, та же проблема, что перед Путиным. Я не буду сравнивать границы Дон Кайфбаса и границы ДНР-ЛНР, но примерно они пересекали. Похоже. Так вот, сравните, как говорится, зацените стратегическое мышление двух великих руководителей России. Значит, Ленин понимал так, что если мы введем русскоговорящую, пролетарскую и теснейшим образом связанную и неотделимую от России часть Украину, то мы этим привяжем Украину, окончательно привяжем Украину к РСФСР и изнутри ее пролетаризируем, советизируем и так далее. Путин понимает дело прямо обратным образом. Если хочешь привязать Украину потеснее к России, вырежь из Украины все, что наиболее тесно связано с Россией, оторви это и перетащи в Россию, то есть Крым, ДНР, ЛНР. И вот после того, как ты это проделаешь, ты тем самым в максимальной степени наладишь отношения России с Украиной. Но я предоставляю слушателям решать, какой стратегический замысел более адекватен. Ну вот, значит, итак, РСФСР, УССР, то есть Украинская Советская Социалистическая Республика, БССР, то есть Белорусская Советская Социалистическая Республика, при этом, естественно, и у Белоруссии, и у Украины. В Белоруссии тоже не так все просто. В Белоруссии существовало еще одно промежуточное образование, оно называлось Литбел, Литовско-Белорусская Республика. И даже не совсем вначале было понятно, куда и как ее включать, и там была своя партийная организация. То есть все было шатковалка и никак не было оформлено. Ну вот, значит, при этом надо иметь в виду, естественно, что и Белоруссия, и Украина никакой западной части не имели. Западные области были включены туда, как известно, в 1939 году. Да, в результате Советско-Польской войны, собственно говоря, Польша оттяпала значительную часть территории. И до 1939 года западная область... Это Советско-Польская война 1920 года. С 1920 года, да. Это советская власть воевала. Это знаменитое чудо на Висле, там, провал Тухачевского и так далее. То есть Польша как бы владела территориями западной Украины аж до 1939 года. И западная Белоруссия. И западная Белоруссия. На юге, значит, была тоже республика, которая называлась ЗССР, ЗСФСР, Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Она, в свою очередь, объединяла, соответственно, три республики, то есть Грузию, Армению и Азербайджан. Но главным, главной считалась Грузия, столица ЗССР была в Тифлисе. А, значит, первым секретарем Крайкома был Арджоникид. И, кроме этого, были еще... Секретарем Кавбюро. Кавбюро, совершенно верно. Как раз-таки руководитель ЦК Компартии Грузии был Филипп Махарадзе, такой очень старый большевик, член партии с 1903 года. И, кроме того, была уже совершенно запутанная история под названием Туркменская Советская Республика. Там еще размежевания Киргизия, Узбекистан, Туркмения не провели. Казахстана вообще никакого не существовало в природе. Туркмения была вечное поле для склок и разделения республик. Вот такой конгломерат. А по факту, все это, конечно, жестко руководилось Москвой. Естественно. Но никаких юридических оснований для этого руководства не было. Кстати, во всех этих... То есть, не во всех, а в Украине и в Беларуси были свои Компартии. Так же, как были свои Компартии в Армении, в Грузии и в Азербайджане. Которые, с одной стороны, были формально вполне независимы, фактически полностью подчинялись Москве. Вплоть до того, что руководителей назначала Москва. Да, фактически. По понятиям, это было единое образование. Но формально это были независимые государства. Соответственно, перед руководством РСФСР встал вопрос, каким образом формально эти независимые государства объединить в новое единое государство. Вот здесь я возвращаю вам слово. Да. Вот, собственно, как говорил Леонид Александрович, изначально план автономизации, это был законопроект. Он назывался законопроект о форме государственного объединения советских республик. То есть, РСФСР, ЗСФСР, Украинский СССР и Белорусский СССР. Соответственно, как я говорю, создан он был в августе 1922 года, и план предусматривал создание унитарного, это очень важная деталь, государства путем вхождения трех республик в состав РСФСР на правах автономии. Со среднеазиатскими республиками, речь идет о Бухарской и Хорезмской народной советской республике, и Дальневосточной республике, предлагалось сохранить договорные отношения. Собственно... Дальневосточная еще в 1922 году разве не вошла в состав? Нет, ну, о советизации Дальнего Востока будем говорить чуть позже, там будет участвовать непосредственно такой Тимофей Сопронов, он же был в группе демократических централистов, дацистов, вот его отправили упразднять демократию. ДВР это еще более сложная система, потому что это была многопартийная республика, то есть это не была однопартийная диктатура, это было государство, в котором были легализованы меньшевики СССР, там как бы была, в общем, такая вполне себе демократическая республика, однако управляли этой ДВР так же, как и всеми другими организациями, собственно, из Москвы. Да, надо добавить, что РСФСР, ОССР, БССР и ЗСФСР, они были совершенно одинаковые, калька единая, то есть диктатура, абсолютно вся власть принадлежит Компартии, в каждой из этих республик было свое ГПУ, в 21-м году ВЧК была переименована в ГПУ, Государственное политическое управление. И эти ГПУ по факту подчинялись, конечно, московскому ГПУ Держинскому, но это по факту. А формально они были независимы, так же, как независимы был Наркомат иностранных дел, независимой была армия, у Украины был украинский военный округ, и он командовал Фрунсен. Значит, то есть, фактически полное подчинение, формально полная независимость. И вот проблема была в том, чтобы унифицировать, объединить и слить. Вот. И вроде, почему этот план автономизации, он был отвергнут практически с порога? Вся проблема заключалась... Значит, еще раз, план автономизации заключался в том, чтобы... Чтобы вот эти образования, которые... Ну, РСФСР, Украинская ССР и Белорусская ССР вошли в состав РСФСР. То есть, сделать унитарное государство. Но унитарное государство... Естественно, на правах широких автономий. Да, не очень получалось, и во многом камнем преткновения служила Закавказская Федерация. Почему? Потому что в Закавказской Федерации у большевиков дела шли не то чтобы очень гладко. С одной стороны, в Армении действовали, собственно, организация социалистов Дашнак Цутюн, в Азербайджане действовали, там, мусаватисты были очень влиятельны, а в Грузии, собственно, это была основная проблема, влиятельны были меньшевики. И в 20-м году меньшевистское правительство Грузии, правительство Ноя Жордании. Ну, Ноя Жордания был социал-демократ, один из основателей грузинской социал-демократии. Вот. Редактор, собственно, по-моему, газеты Квала, она называлась, в общем, Борозда по-русски. Вот. Он стоял более на меньшевистских позициях. Ну, там была другая группа, собственно, социалистов, которые там редактировали газету Борзола, Борьба, и, кстати, ее редактировал Сталин. И во многом вот этот миф о том, что в 50-х годах возникнет миф о том, что Сталин это был Ленин в Закавказье, что на самом деле полное вранье, потому что гораздо более влиятельным были именно силы, близкие к меньшевикам, то есть Ноя Жордания. Это рассказывается про картинку до революции, до 18-го года, а то люди запутаются. Да, это еще до революции. 18-го года, это в начале 20-го века. Да, но в 20-м году так или иначе сформировалось правительство меньшевиков во главе вот с Ноем Жордания, который не был в полной мере меньшевик, но в его правительстве было очень много меньшевиков. И они договорились с Овнаркомом о следующем, о том, что вот это правительство Ноя Жордания... О том, что они не препятствуют, как бы, так скажем, передвижению войск Красной Армии, они не помогают врагам Красной Армии и, в общем, являются как бы союзниками Москвы. То есть они, будучи меньшевиками, были как бы союзниками РСФСР в той самой гражданской войне, которая еще происходила. И помимо, как бы, ЦК Компартии Грузии, вот, которым первую роль играли, собственно, Филипп Махарадзе и Будум Диване, было и Кавбюро, которое возглавлял Серго Орджоникидзе. И Орджоникидзе пытался продавить вот этот сталинский план автономизации... Нет, давайте кронологию введем, а то люди, я боюсь, запутаться. Значит, ЦК партии Грузии. Да. Отнюдь не в Грузии было, а было оно за пределами Грузии, как я понимаю. И только после того, как в 21-м году 10-я советская армия, где членом Револайн-совета как раз был Орджоникидзе, а командующий этой 10-й армией, если я не ошибаюсь, был, по-моему, Абксентьевский. Но это не столь важно. А важно то, что 10-я советская армия в 21-м году, то есть, когда закончились основные бои с белыми и с поляками, силы освободились, и советская армия в 21-м году вошла на территорию Закавказья без каких-то ужасных боев, как я понимаю, Великой войны там не было, сравнительно мирно вошла, ну, примерно как российская армия там в Крым, допустим, или в Донбасс в 14-м году, и установила в Закавказье советскую власть, а правительства, которые там были, то есть правительства Азербайджана, Армении и Грузии, хотя грузины были союзниками, как вы говорите, советской власти, эти правительства бежали. И в Закавказье была установлена советская власть, и вот тогда возникло это самое Кавдеро, которое командовало компартиями во всех трех республиках, возглавлял его действительно Орджоникидзе, а местные компартии возглавляли соответственно, ну вот грузинскую Махарадзе, кто возглавлял армянскую и азербайджанскую, боюсь, наврать. Но там тоже было все непросто, еще отдельно была Абхазия там и так далее. Да, и получается, картина была следующая, что Орджоникидзе, он пытался вот этот сталинский план автономизации в 22-м году, вот это как раз период с августа по декабрь, продавить, продавить через силу. И Ленина бесило в этом как бы две вещи. Первое, он не консультировался с Москвой по этому поводу, то есть он пытался по факту его как бы навязать. И, например, в мемуарах Микояна это отмечено, что Орджоникидзе вообще хотели снять с поста руководителя Кавбиро на 10-м съезде, но по какой-то причине его не сняли, но это просто слова Микояна. А вот, например, грубо говоря, Христиан Раковский, который тогда возглавлял Украину, он наоборот консультировался в наркома Украинской Советской Советической Республики. Вот, он наоборот консультировался по каждому вопросу с Москвой. И, собственно, возник конфликт знаменитый, который очень хорошо показан в фильме Леонида Парфенова «Русские грузины», вот конфликт Орджоникидзе и, собственно, грузинского руководства, где, как бы, грузинские, собственно, руководители говорят о том, что нельзя управлять Грузией так же самодержавно, как бы, как царь управлял из Москвы, что Грузия должна входить, как бы, на особых правах, как часть одной большой федерации. Тогда еще не оставляли даже мысли о мировой революции. То есть, в общем, это должно быть практически независимое государство. Потому что в том же самом 20-м году, собственно, Ленин же не имел ничего против отделения Грузии, но при условии, что это будет союзник и союзник на коротком поводке. Возник конфликт, в котором самое удивительное, что Ленин встал на сторону, собственно, грузинского руководства. То есть, там была даже драка, вот она очень хорошо, постановка вот этой драки очень хорошо показана, собственно, вот в этом самом фильме Парфенова. По легенде, там кто-то, я вот не помню, кто из руководителей, может быть, даже, кстати, сам Дивани сказал, что Арджиникид сказал, что вы не коммунисты, а социал-шовинисты. А тот ему ответил, как-то это Сталин Вири, ну, Вири из грузинского осел, а ты сталинский осел. И возникла между ними драка. И это все по этому поводу было возбуждено целое грузинское дело, которое расследовало Арджиникидзе. Но удивительная реакция Ленина, который назвал Арджиникидзе «держи мордой» и произнес свою самую вот эту знаменитую фразу о том, что обруселые инородцы пересаливают по части истинно русских настроений. И это послужило для Ленина поводом отвергнуть план автономизации Сталина просто с порога и строить именно федеративное устройство. Ну, тут я немножко, значит, вашу идею разобью, так сказать. Значит, это формальная тактическая проблема. Было там и другие были тактические проблемы. Например, весь этот конгломерат ЗСФСР, что с ним делать? Включать его в состав РСФСР. А внутри еще три республики. То есть многоэтажную делать федерацию. Или ликвидировать это за РСФСР. И включать их поодиночке. Это все были отдельные проблемы. Были проблемы, значит, связанные с личными этими конфликтами, с тем, что грузинские коммунисты не хотели входить в состав России. Ленин по этому поводу писал очень много гневных писем. В частности, там есть такие слова, что Орджоникидзе и, по-моему, и Сталин ведут себя как великодержавные шовинисты. То есть, попросту говоря, подлецы и насильники, каков и есть истинно русский великодержавный шовинист. Но это все эмоции. Ну, держи морды. Это самое вот такое обидное оскорбление, которое Ленин. Ну, там еще было вот это, я помню, подлецы и насильники, каков и есть истинно русский шовинист. Да, Орджоникидзе и Держинский туда приехали расследовать этот скандал. Значит, вот по этому поводу Ленин произнес свою знаменитую фразу, что обруселые народцы, то есть Орджоникидзе и Держинский пересаливают по части... Сталин, Орджоникидзе и Сталин. Да. Пересаливают по части истинно русских настроений. Всегда пересаливают по части истинно русских настроений. Но это формальная оболочка. Фактически же речь шла вот о чем, как я понимаю. Воссоздавать ли в плане административно-территориального деления так или иначе Российскую империю, унитарное государство, вот о чем Жириновский мечтает, мечтал, теперь уже не мечтает, отмечтался. Тем не менее, значит, сделать ли уже Российскую, Российскую федерацию, унитарным государством, где та же самая Башкирия, Татария и так далее. Это просто губерния, область, руководитель которых назначается напрямую из Москвы, никаких там выборов, никаких национальных автономий и так далее, никаких национальных привилегий и прочее. Так было в России. Это была одна из главных причин распада Российской империи в унитарном государстве, айнвольк, айнрайх, айнфюрер. Один язык, русский, и никаких вариантов. Дома болтайте хоть на Тарабарском, но вся официальная переписка только по-русски. Это вы Суцкого, да, цитируете? Ну, я даже... Нет, Суцкого, Суцкого. Это просто Суцкий сказал, мы других авторов этой фразы не знаем. Да, другие авторы у нас под запретом. Русский язык, единый и неделимый русский язык. Значит, так же, как вот в Украине, допустим, единый и неделимый украинский язык. Никакие официальные документы на Тарабарском, монгольско-ордовском, русском языке не годятся. Или, это вот один вариант, воссоздать Российскую империю. Или второй вариант, создать государственное образование, которого никогда в истории раньше не существовало. Не такую, как Австро-Венгрия, немного похожа Австро-Венгрия, потому что в Австро-Венгрии Австро-Венгрия. Венгры имели права такие же, как австрийцы. Формально, во всяком случае. Австро-Венгерский вариант, так сказать, но с большими изменениями. Гораздо ближе, по-моему, североамериканские Соединенные Штаты. Да, но они совершенно верны. Помесь, если искать аналогии, то это помесь Австро-Венгрии и США. США объединяют широчайшие права Штатов, а с Австро-Венгрией объединяет национально-территориальное отделение, потому что Штаты-то, они же не имеют национальной окраски. В России Ленин планировал, создать государство не бывало. Если, говорю, искать аналогии, то это комбинация Австро-Венгрии и США. В чем он видел преимущество такой организации? Во-первых, в том, что это образец для будущей всемирной Советской Республики. То есть, организации, государства, в которые с полными правами, с полными национальными правами входят разные народы. Кстати, это полностью соответствовало классическому марксистскому пониманию прав наций. И, между прочим, Сталин в 12-м, по-моему, году написал единственную свою известную книжку, брошюру «Марксизм и национальный вопрос», в котором вот все это как раз в полном соответствии с Марксом и было прописано. Но в общем виде. Там речь не шла о национально-территориальном делении. Речь шла о правах наций. Право на то, на сё, вплоть до отделения и прочее, прочее. Но как это реально строить, естественно, в 1912-м году никто об этом не думал. Вот. По этому поводу известна другая фраза Ленина. Тут у нас один чудесный грузин засел и пишет, значит, прошюру о национальном вопросе. Итак, это первое соображение. Будущее. Это образец, значит, структура, по которой можно будет потом делать земшарную республику Советов. Значит, Хлебников. Или вот как сейчас там мировое правительство на основе ООН, там весьма такие туманные мечтания, но тем не менее в этом направлено. Второе соображение. Это соображение. Первое соображение – это соображение Ленина-утописта. Второе соображение – это соображение Ленина-прагматика. Он прекрасно понимал, что национальные чувства – полная реальность. Вопрос не в том, чтобы их подавить. Вопрос в том, как их использовать в интересах единого государства. Опять-таки, мы видим два варианта. Вариант Владимира Владимировича. Объединим народы путем захвата этих территорий. Освобождение. Освобождение, да. Освобождение этих территорий от их национальной и государственной независимости. И высшая милость, которую Россия может оказать Украине, объявить, что вы такие же, как мы. Радуйтесь, веселитесь, и ликуйте. И ваша национальная энергия пойдет на пользу России. Это вариант Владимира Владимировича. У Владимира Ильича был совершенно другой вариант. У вас есть национальные чувства. Никуда они от вас не денутся. И мы их используем на общее дело. Каким образом? Очень просто. Мы создаем для вас национальные по форме образования, где ваш государственный язык, где все атрибуты государства при вас, где ваше правительство, ваше ЦК и ваша формально-государственная независимость, у вас государство не область какая-нибудь там дурацкая, а государство формально ровно на тех же правах, что и российское государство. При этом вы не включаетесь в Россию, никакого национального унижения для вас тут нет. Вы включаетесь в образование, которое возникло над России и над вами, в Советский Союз. Кстати, в Советском Союзе был Центральный Исполнительный Комитет, то есть парламент, у которого было 4 председателя от РСФСР, от Украины, от Белоруссии и от Закавказья. 4 формально равноправных председателя. Да, и важная деталь, что вот эта конструкция, почему Ленин обесила еще сама конструкция под названием РСФСР. Получается, вроде как, Закавказье, оно входит в то, что даже по названию Российская Советская Федеративная Социореспублика. А он придумал название Союз Советских Социалистических Республик. Сама фонетика, которая на самом деле важна с точки зрения национальных чувств, она не определяет никакое место на земле. СССР это может быть хоть в Папуановой Гвинии, хоть где, это как бы что-то сверх. Вот именно. Ваши национальные чувства ничем не ущемляются. Наоборот, энергия ваших национальных чувств работает на единое наднациональное образование. Вот вам два плана. Один, значит, план Сталина-Путина. Другой план, план Ленина. Любопытно, что объявив распад Советского Союза величайшей геополитической катастрофой, Путин и не подумал, у него в страшном сне нет никаких мыслей подобного уродства, Советское Союзное чудовищное уродство. Я почему говорю, что создание СССР это одна величайшая геополитическая катастрофа, когда у нас отобрали Украину, Криворожскую, такую секунду. Это геополитическая катастрофа номер один. Распад Советского Союза это геополитическая катастрофа номер два. А разрешение между этими двумя геополитическими катастрофами это, так сказать, возвращение к какому-то перекрученному, перевернутому и не совсем понятному плану автономизации а-ля 22-й год, но при этом с сохранением одновременно какой-то независимой, остаточной правильности. Но это скорее план Сталина Жириновского. Ну, что-то такое. В общем, это какие-то геополитические фантазии, которые уже сюрреалистически имеют характер. Да. Ну вот. Значит, ну бог с ним, с Путиным, это, как говорится, и говорим, мы дойдем до этого, все-таки в КПБ это как бы не входит. Вот. А Путин был членом КПСС? Вы смеетесь. Майор КГБ. Ну, нет, мне просто интересно, а он добровольно из КПСС вышел или до конца остался? Потому что, например, Игорь Иванович Сечин, чтобы вы понимали о том, насколько у нас дальновидный глава крупнейшей госкорпорации. Знаете, в каком году в КПСС вступил? По-моему, то ли в 89-м, то ли вообще в 90-м. Это такая степень дальновидности была? Ну, я не знаю. Уже меру прозорливости он проявляет и в руководстве своей компании. Ну, вот, значит, конструкция, которую придумал Ленин, она, конечно, была абсолютно совершенна и идеально работала и на утопию, и на сугубую, что ни на есть практику. Вот это вот типичный стиль мышления Ленина. Утопическое по форме, более чем практическое по существенному. Но Сталин тоже был человек. И когда его план? А он, почему, собственно говоря, этим занимался Сталин? Потому что он, как нарком национальности, непосредственно должен был заниматься созданием Советского Совета, была его сфера компетенции. И здесь вступает в дело уже бюрократическая обида. Человек высиживал этот план, прилагал огромное усилие к тому, чтобы его пробить. Нарывался на скандалы и неприятности. Но Сталин, естественно, полностью поддерживал Сергея Орджоникидзе, не говоря о том, что они были самые близкие друзья. У Сталина из интимно личных друзей было два человека. Это Орджоникидзе и Киров. Вот его наиболее близкие. Другу и брату любимому Сергею Кирову. Да, это знаменитая фотография, которую Сталин подарил Кирову. Я никогда, никогда, никогда не забуду то, что ты для меня сделал. Это Слуцкий Жириновскому. Ну, примерно. Нет, это не совсем так. Другой популярный немецкий политик написал еще одному немецкому политику. Ну, вот, значит, так вот, бюрократическая логика, бюрократические амбиции были ущемлены. И хотя Сталин всегда, еще раз повторяю, его сила была в том, что он всегда твердо выполнял все указания Ленина, но здесь даже его терпение лопнуло. И он, значит, пытался с этим бороться. Борьба была неравная, борьба была безнадежная. И очень быстро надо отдать ему должное. Иосиф Виссарионов все преимущества ленинского плана понял, принял. И до конца жизни был твердым сторонником именно Советского Союза, Советского варианта. Хотя, как вы понимаете, в конце 30-х годов он мог делать все, что его душа угодит. Да, но это же ему на самом деле сыграло на пользу. А как это на пользу ему сыграло? Очень просто. В 45-м году, когда образовывалась организация объединенных наций, там 45-46 год, Сталин имел 6 голосов в ООН. То есть, голоса Украины, Белоруссии и так далее. То есть, они считались... РСФСР, СССР, Украина и Белоруссия. Вам еще РСФСР. Четыре, значит, соответственно. Нет, 6-6-6 голосов. Да. В общем, какие-то союзные республики там получили эти голоса. А если еще приплюсовать то, что Восточная Европа голосовала, как Сталину надо, так... Он оценил прелесть этой конструкции. Это формально не придерешься. И действительно, национальные чувства в значительной степени. Да, были, конечно, всегда сепаратисты, безусловно. Особенно в Украине, в Грузии. Но формально не придерешься. Это действительно абсолютные национальные права. Плюс единый стержень, на котором все это крепится. Этот стержень, партия. И это тоже... А вот в партии никакого Советского Союза не было. Была коммунистическая партия Украины, Белоруссия и так далее, и так далее. Это правда. Но в 1926 году вот они все были включены в состав ВКПБ. И там партия составляла стержень, нервную систему и основу Советского Союза. Поэтому идея, крайне популярная в 1991 году, сохранить... В России популярная, отнюдь не в республиках, а в России. Сохранить Советский Союз, но без КПСС. Хай же век КПСС на Чернобыльской АЭС. Такой тогда был очень популярный. Это как сохранить тело, вынув из него нервную систему. То есть это обеспечивало и органическое сочетание партии и государства, и партийное руководство, и возможность для... Ну, во многом эта нервная система была вынута из тела уже сама, потому что стремительно распадалась сама КПСС. Да, да. Ну, это другая, так сказать, мы уже об этом сейчас говорить не можем. Но Сталин прелесть конструкции оценил. Просто ему было, конечно, обидно, что она шла против него. Но вот этот конфликт, который... Да, кстати сказать, 30... Извините. Да, и вот 30 декабря 1922 года произошел, значит, первый съезд Советов СССР. Ленина на нем, естественно, не было, потому что он был уже совсем ни туды, ни сюды. Но это вот был, значит, съезд, на котором образовали Советский Союз, образовали в точном соответствии с планом Ленина. Вот. Было создано первое советское правительство. По-моему, в это первое советское... То есть не по-моему, а точно в это первое советское правительство Сталин не вошел, потому что у него была совсем другая должность генсека. Значит. Да и никакого наркомата национальности, естественно, в Советском Союзе не было и быть не могло по определению, потому что это уже был бы абсурд какой-то, да? Вот. Председателем, значит, Совнаркома, естественно, был назначен Ленин, а фактически руководство Совнаркома взяло на себя Рыков. Вот. И по этому поводу есть такой известный рассказ Джека Лондона. Это вот такую коротенькую историю расскажу, кто не знает. У Джека Лондона есть рассказ о том, как человек, значит, на севере, в Аляске, ползет к кораблю, ползет, потому что у него нет сил двигаться. И рядом с ним ползет волк. И у них нет сил бороться, они ползут. И вот, значит, он видит этот корабль вдалеке, до которого у него нет сил доползти. По-моему, согласно тексту рассказа, он все-таки доползает, хэппи-энд. Сын Волка, по-моему, этот рассказ. Не знаю. Значит, и вот он все-таки доползает, и хэппи-энд, и он на этот корабль каким-то чудом попадает. А может, и не доползает. Я этот рассказ, честно скажу, не помню. Но известно, что... Ну, в общем, сборник «Любовь к жизни», по-моему. Ого, «Любовь к жизни». Известно, что этот рассказ Крупская читала Ленину, потому что, значит, говорить он не мог, но слушать он мог. Она ему читала этот рассказ, и он ему очень понравился, и он после этого просил, чтобы ему больше читали Джека Лондона. А через много лет, там, через 35 лет, знаменитый советский сценарист Габрилович написал, что когда он прочел вот этот рассказ, что Крупская читала Ленину, этот рассказ, значит, Джека Лондона, он говорит, я прямо увидел, как это можно сделать. Как, значит, вот ползет человек и видит вдалеке корабль, до которого ему не дано доползти. И я, говорит, увидел, какой огромный, мощный фильм можно на этом месте сделать. Но я испугался. И делать такой фильм я не рискнул. О чем я, значит, очень жалею. Вот такая вот история. Значит, таким образом план создания СССР был принят, и СССР возник, и в этом смысле, значит, хэппи-энд в виде величайшей геополитической катастрофы, значит, состоится. Да. Итак, 29 декабря 1922 года на конференции делегации от съездов РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР был подписан договор об образовании СССР. Этот договор сыграет дважды свою роль. Первый раз, это когда он был подписан, второй раз, это когда в Эстонии решили его переписать, то есть уже ближе к 1991 году. И формально в состав СССР первоначально входили только четыре союзные республики. Однако некоторые другие республики уже имели договорные отношения между собой. Поэтому реальная картина межгосударственных отношений на момент образования СССР выглядела следующим образом. Российская СФСР, куда входили? Башкирская союзная республика, Горская автономная советская социалистическая республика. Туда, кстати, входила и часть бывших кубанских областей, то есть это не только Кавказ. Автономная дагестанская советская социалистическая республика, Киргизская СССР. Автономная... Заметьте, что Киргизия тогда входила в состав РСФСР. Это ее потом вырезали. Кстати, естественно, вырезал ее Сталин, который потом очень пробивал создание новых союзных республик. Казахской, Киргизской... Узбекской, да. Та самая автономная Крымская СССР, СССР, которую Хрущев включит в состав Украины, что будет являться величайшей геополитической... Не величайшей, а второй величайшей геополитической катастрофой. Автономная татарская советская союзная республика, Туркестанская союзная республика, Якутская автономная советская социалистическая республика. Далее. Ну, а остальное это губернии России, то есть, собственно, Россия. Россия состояла из губерний. Царское название, царские границы остались. В конце 20-х слово губернии отменили, появились сначала круга, а потом области в их современном размере. Дальше. Закавказская СФСР. То есть, это первая, так скажем, часть, еще один кусок федерации. Вот, если первое, то, что я говорил, это российская часть федерации, то это Закавказская, туда вот, соответственно, армянская, а азербайджанская советская социалистическая республика, куда как автономия в азербайджанскую республику входила Нахичеванская автономная советская социалистическая республика. Это уже как бы губерния. Далее. Грузинская союзная республика. На грузинской, естественно, ни в кого азербайджанская не входила. Нет, я говорю, это уже часть... В Закавказе было три крупных республики. Грузия, Армения, Азербайджан. А внутри них были свои. Ну, вот Нахичевань, допустим, в Азербайджанской, Абхазии, в Грузинскую. И, соответственно, Украинская союзная республика и Белорусская союзная республика. То есть, вот это было то, что в последующем как бы разрастется до Большого СССР, где вот те самые девушки на фонтане ВДНХ, где одна девушка лишняя. Это Карелло-финская АССР. Получается, она 15-я же вроде, да? Ну да, нет, 16-я лишняя. 15 республик было, 16-я девушка как бы непрекаянная осталась. Кстати говоря, Карелло-финскую СССР упразднил Хрущев тем же указом, которым он включил Крым в состав Украины. То есть, люди, которые проклинают Хрущева за то, что он Крым передал Украине, по идее забывают, что в противном случае, если бы этого документа вообще не существовало, то на Карелию могла бы претендовать, например, Финляндия. Потому что была же Карелло-финская ССР, и она просуществовала вплоть до того же указа. Ну ладно, это, так скажем, дела теоретические. Вот, создан был Советский Союз, и в этот же момент примерно Ленин отходит от дел. И я так понимаю, мы переходим к следу. Да, еще, прошу прощения, забыл, Дальневосточная Республика, о которой я хотел немножко два слова сказать. Вы вот говорили, что в 22-м году Дальневосточная Республика была упразднена. Почему тогда она фигурировала в плане автономизации Сталина? Поясню. План автономизации Сталина был придуман в августе 22-го года и прорабатывался потом до декабря 22-го года, пока не был отвергнут. А Дальневосточная Республика, она существовала с 26-го апреля 2020-го года. Это был учредительный съезд в Верхнеудинске. Верхнеудинск, это Ламудэ нынче. Вот учредительный съезд, ну он начался на самом деле в каком-то там селе, потом, ну в общем, проходил он в Верхнеудинске, вот, в каком-то селе при Верхнеудинске. А упразднена была Дальневосточная Республика 15-го ноября, то есть накануне создания Советского Союза. То есть она вошла в состав РСФСР просто. Да, она вошла в состав РСФСР, и что в этой всей истории удивительно. Что да, конечно. В состав Дальневосточного Края. Да. А что в этой всей истории удивительно? Удивительно то, что создавалось-то это, естественно, как марионеточное буферное государство, но все-таки оно было устроено как бы иначе. Оно было устроено иначе по следующим причинам. Во-первых, там функционировала рыночная экономика. Возглавлял Дальневосточную Республику, был председателем правительства, ныне уже забытый, Александр Михайлович Краснощеков. Настоящее имя Абрам Моисеевич Краснощек. Печатался он под псевдонимом Табинсон. Он, собственно, как вы можете догадаться, еврей. Участник социал-демократического движения с 1896 года. Вел партийную работу в Украине и, собственно, познакомился в ссылке в Николаевске с Троцким. И был человек достаточно близкий к Троцкому по взглядам. Он лоббировал как бы республику рыночную, демократическую, как бы, но в то же самое время был очень сильно зависим от Москвы. И получается, что как бы с присоединением ДВР, это, я напомню, одновременно с этим шел переход к НЭПу, как бы в каком-то смысле не ДВР присоединилась к России, к Советскому Союзу. Советский Союз присоединился к ДВР, потому что, в общем, НЭП это же тоже какая-то итерация рыночной экономики. Вот та экономика, которая в 20-е годы существовала на территории ДВР, вот ее опыт был распространен на всю территорию Советского Союза. Вот. Самое удивительное, что чекисты, которых отправляли туда на службу, а там кишмя-кишило, это все дело чекистами, и они очень много, очень многие вопросы там решали, они удивлялись тому, что партии эсеров, там, меньшевиков и прочее, которые, в общем, были практически запрещены на территории Советской России, там совершенно спокойно функционировали, и не просто спокойно функционировали, а, в общем, зачастую там входили в правительство. Вот. Собственно, что такое ДВР? ДВР – это территория от Забайкалья до Тихого океана, то есть крупнейшие города – это Хабаровск, Водивосток, ну, Верхний Удинск, ныне Улан-Удэ, Чита, Николаевск-на-Амуре – это второй крупный город в Хабаровском крае, Благовещенск и Никольск, ныне это Уссурийск. Всего площадь этого образования была 1 миллион 400 тысяч квадратных километров, и население было почти 2 миллиона человек. Там была, ходила отдельно своя валюта, это дальневосточный рубль, там была отдельно своя армия, это Народно-революционная армия Дальневосточной Республики. В разное время ее возглавлял Генрих Христофорович Эйхи, Василий Блюхер, Константинов-Ксентьевский, и последним командующим армии ДВР был Иероним Убаревич. Собственно, при Убаревиче происходили последние бои Гражданской войны. Ну, последние бои Гражданской войны считаются, как бы это были бои там или на территории Мурманска, или на территории ДВР. То есть тут сложно установить, как бы по хронологии, потому что они примерно в одно время происходили. Бои Народно-революционной армии Дальневосточной Республики и между армией Преамурского земского края. То есть барон Михаил Константинович Дитерихс, который возглавлял вот это последнее правительство, он себя провозгласил земским воеводой, требовал созвания Земского собора и все, собственно, делал на манер, ну, еще и даже не царской армии, а на манер, так скажем, там, 18-17 века. Вот, его за глаза называли ваше преосвященство. Это, собственно, были последние бои, в результате которых, естественно, Ирониум Боревич разгромил эту армию Преамурского земского края. Там, на самом деле, история очень длинная, я ее сжимаю, потому что рассказывать о ней некогда. Там было правительство братьев Мерковых, Мерковых, да, до этого там было, в общем, происходило там много всего, но ответом на вот этот дальневосточный сепаратизм с точки зрения Ленина было образование этой дальневосточной республики. Когда все белые силы были разгромлены, то есть последняя из этих сил, это вот дружина Преамурского земского края, было решено упразднять сам, сами буферные республики. То есть туда был направлен такой Тимофей Сопронов, известный оппозиционер, фракционер. И считалось, как бы, что если он страдает, как бы, кретинизмом демократизма, то ему демократическую республику и упразднять. Вот. Ему в помощь был отправлен первый секретарь, ну, будущий первый секретарь для Невосточного крайкома Николай Афанасьевич Кубяк. Это более известный деятель, как деятель Всесоюзного совета по коммунальному хозяйству при ЦИК СССР. Было проведено голосование в ноябре 22-го года на этом голосовании в лучших традициях, как бы, современного российского ЦИКа, то есть в лучших традициях Памфилова и Чурова с огромным перевесом жители Дальнего Востока проголосовали за упразднение своей независимости и присоединение к РСФСР. В общем, так скажем, вот эта революционная лава застыла в магму. СССР образовался, он будет еще меняться, там в 1939 году поменяется, но так или иначе основной костяк сформированы. Вот. Ну, смотрите, значит, у нас были наполеоновские планы, они, как всегда, не будут выполнены. Придется нам делать следующую программу, которая будет посвящена, я надеюсь, уже исключительно и борьбе внутри большевистского руководства в 1922 году, конкретно эта борьба между Лениным и Сталином, и личности Сталина, и особенностям его окружения, и так далее. Я думаю, что сейчас это поднимать бессмысленно, у нас просто времени на это нет. И я хотел бы тогда закончить. Вот, в декабре 1922 года, 30 декабря 1922 года, создан Всероссия. А? 29, может быть, все-таки. Нет, нет, 22, я про создание Советского Союза, причем 29. А, нет, я имею в виду, в смысле, 29 декабря 1922. А, 20, да, да, да. 29 декабря, значит, 22 года создан Центральный Исполнительный Комитет СССР, А уже в июле, не сразу, а в июле 23-го года, сформировано первое советское правительство. Союзное правительство. Не, значит, РСФСРовское, а союзное правительство. Я тогда, значит, зачитаю. Ну, председатель, естественно, Ленин, заместитель, это, значит, Каменев, зампред Совета Труда и Обороны, фактически председатель Совета Обороны, Рыков, он был председатель ВСНХ СССР, Высшего Совета Народного Хозяйства СССР. Цурюпа, значит, он довольно скоро возглавил Госплан, а в момент создания правительства. Не Цурюпа, а Цурюпа, Александр Дмитриевич. Цурюпа, этот самый Цурюпа, о котором мы знаем, что он, значит, что он, значит, якобы упал в голодный обморок, проверить это невозможно, хотя был нарком продавал. Кстати, о нем много рассказывали, да, он был одним из организаторов продразверстки, считаете фактически голода, как бы. Ну вот, ну вот он якобы, значит, на себе это испытал. Вот, значит, при этом, прошу обратить внимание отдельное, потом ладно скажу, значит, Чубарь, Влас Яковлевич, Чубарь был председателем наркома как раз Украины. Кстати, столица Украины тогда была в Харькове, и переехали они в Киев, насколько я помню, в тридцать четвертом году. Вот, Чубарь, значит, и Архилашвили. Архилашвили был председателем Совнаркома, соответственно, Закавказской Советской Республики. А вот председатель Совнаркома, значит, Белоруссии, почему-то в эту компанию зампредов Совнаркома не попал. Это, значит, зампреды Совнаркома. Теперь Союзное Министерство, ну, наркоматы, соответственно. Да, кстати, Влас Чубарь тоже имеет некоторое отношение к голоду, как один из организаторов голода на территории Украины. Это вот голод 30-32 года. Ну вот, значит, теперь наркомы, союзные наркомы. Значит, это Чичерин, нарком иностранных дел, которых до этого был нарком иностранных дел РСФСР. Наркомат иностранных дел РСФСР был ликвидирован и стал союзным наркоматом. Это Троцкий, нарком военмор, наркомат военморских дел РСФСР был ликвидирован и стал союзным. Это Держинский, председатель ОГПУ. Значит, ОГПУ это объединенное государственное политическое управление. Почему объединенное? Потому что в него вошли госполитуправления всех республик, кроме РСФСР. Госполитуправление РСФСР было ликвидировано, и фактически оно и стало ОГПУ. Да, тут тоже большое троеточие мы ставим, потому что тут огромная ведомственная борьба была между Дзержинским и Бухарином, Крыленко и так далее, которые считали, что ЧК вообще надо в принципе упразднить и не создавать никакого органа. А Дзержинский по итогу, как бы ЧК же упразднили все равно с формулировкой, что чрезвычайщина не нужна, в гражданской войне победили, но построили еще большего монстра, по факту, чем Всероссийская чрезвычайная комиссия. И вот это вот объединение политуправлений, то есть писал об этом очень много Дзержинский, о том, что шибко тяжело идет объединение чекистов и осободелистов. Это был целый огромный пласт истории, который мы сознательно опускаем, потому что просто нет времени. Но это тоже шло со скрипом, так скажем. Ну, разница между ГПУ и ЧК была прежде всего в том, что, формальная разница, что ЧК сама выносила приговоры. ГПУ почти этого не делала, хотя именно что почти, потому что коллегия ГПУ, а затем коллегия ОГПУ... По факту делала? ...в исключительных случаях имела право выносить приговоры. Есть статистика смертных приговоров, их действительно было в 20-е годы очень мало, ну, то есть, как очень мало, ну, где-то там в пределах сотни. По советским понятиям это было ничтожное абсолютное количество. Вот, значит, ГПУ, РСФСР было ликвидировано, вошло ОГПУ, в народе это расцифровывали так, о, Господи, помоги убежать. И в обратную сторону, убеги, попробуй, голову оторвем. Это, значит, считалось в обратную сторону. Да, и отдельно еще важной деталью было то, что считалось, что у ГПУ не должно быть своих тюрем. Но были, по-моему, созданы политизоляторы, которыми, собственно, управляла ГПУ. В общем, тут огромная история. Кому интересно, я отсылаю наших слушателей к такому автору, как Никита Петров. У него есть 33 лекции по 2 часа. Это про историю ЧК. И примерно часов 6 он рассказывает про то, как сложно это все компоновалось. Петров и книжки написал, очень подробные, очень детальные. Хотя у меня к этим книжкам тоже есть вопросы. Но это я могла отдельно при случае поговорить об этих вопросах. Там много вещей, которые мне интересны, но ответа у Петрова там нет. Вот. Кроме того, Дорога... Он добросовестный автор. Он очень добросовестный. Петров исключительно добросовестный. Такой феноменально добросовестный человек. Но, к сожалению, на некоторые вопросы ответов нет. Но если кому интересно, я могу прямо сейчас сказать. Мне, например, крайне интересна структура центральных органов ГПУ. Там был такой отдел, который назывался секретно-политический. Собственно, это главный отдел, который занимался политическим сыском. И вот мне очень интересна структура этого отдела. Дело в том, что в 30-е годы первое отделение, отделение секретно-политического отдела, формально было отделение по борьбе с антипартийными течениями внутри партии. То есть троцкисты, правые, зиновьевцы и так далее. Так вот, когда это отделение формально возникло, это очень важно, потому что это означает дату, с момента которой политическая дискуссия внутри партии превращается в борьбу с врагами, а оппозиция внутри партии становится контрреволюционерами и уголовными преступниками. Как вы понимаете, если есть формальная организация, которая должна бороться с оппозицией, то уж оппозицию-то мы нарисуем. Так вот, когда это появилось? В 20-е годы этого не было. В каком году это отделение возникло? Ну и целый ряд других вопросов, тоже очень интересных. Например, отдел охраны руководителей партии. Его возглавлял такой беленький, начальник личной охраны Ленина. Как менялся этот отдел и количество сотрудников. В общем, много тут есть чего, на что, к сожалению, я у Петрова ответа не нашел. Будем надеяться, что он в своих следующих книжках... Есть, есть, есть. Вот на этот ответ есть. Это я просто поленился. Ну, я посмотрю, потом вам скажу. Хорошо, хорошо. Значит, кроме того, Дзержинский возглавлял наркомат путей сообщения СССР. До этого он был наркомом путей сообщения РСССР. Наркоматы путей сообщения ликвидировались во всех республиках, потому что в техническом отношении, конечно, это должна быть единая организация. А вот ВСНХ, который возглавлял Рыков, оно осталось во всех республиках. Вот были наркоматы союзные, то есть иностранных дел, военная, ГПУ, наркоматы путей сообщения. А были наркоматы союзно-республиканские. Это ВСНХ, это Госплан. В каждой республике был свой Госплан. Первым представителем Госплана СССР был Крыжановский. Это, значит, наркомфин, наркомат финансов. Первым наркомом финансов был Сокольников, один из самых талантливых и толковых советских руководителей. Госбанк возглавлял такой Шейнман. По-моему, Госбанков союзных республик не было. По-моему, Госбанк был единым и неделимым центральным органом. Вот вроде все наркоматы союзные и союзно-республиканские я перечислил. И еще хотел бы обратить внимание на такую деталь, о которой, может быть, в следующий раз подробнее скажем. Значит, смотрите. Председатель Совнаркома Ульянов дворянин, зампредседателя Совнаркома Цурюпа дворянин, нарком иностранных дел Чечерин дворянин, председатель ОГПУ и нарком путей сообщения Держинский дворянин, значит, сколько мы дворян насчитали? Ульянов, Цурюпа, Чечерин, Держинский значит, четверо. Да, Архилашвили, зампредседателя Совнаркома, тоже дворянин. Пять дворян. Да, это в основном дворяне, да, виноват. Еще был нарком внешней торговли, и об этом целая отдельная история. Леонид Красин, да. Да, грандиозный скандал с возникновением этого наркомата, но я в двух словах скажу, значит, Красин и Ленин стояли твердо за то, что вести внешнюю торговлю может только наркомат внешней торговли. Это был союзный наркомат, не было наркомата внешней торговли в республиках. А Сталин и, по-моему, Каменев отстаивали точку зрения, что внешнюю торговлю могут вести и отдельные организации, то есть, отдельные тресты. Это создавало бы великую бюрократическую путаницу, даже непонятно, зачем они эту точку зрения отстаивали. Тем не менее, такой конфликт был, и скандал по этому поводу был, и Ленин с Красиным отстояли точку зрения наркомата внешней торговли. Кстати, тогда в этом вопросе к Ленину присоединился Троцкий. Но, я думаю, ему было абсолютно плевать на это дело. Ему важно было уже объединиться с Лениным. Но об этом в следующей части. Итак, смотрите, значит, сколько же у нас дворян получается? Ульянов, Царюпа, Кражановский, Держинский, Арахилашвили и Красин. Шесть? Дворян в правительстве. Да, в основном это были дворяне или служилых, как Ульянов, или совсем какие-то мелкие, мелкопоместные, или вообще непоместные, как Арахилашвили. Были и придворные дворяне. Вот Чичерин это представитель придворной дворянской семьи. Очень знатной придворной дворянской семьи. Шесть дворян. Значит, да, седьмой дворянин, извиняюсь, седьмой дворянин, нарком, союзный нарком рабочей крестьянской инспекции, товарищ Кубышев из офицерской семьи. Тоже мелкие дворяне, но дворяне. Седьмое дворянское, семь дворян. А, значит, рабочих в составе правительства первого Совнаркома. Не было, по-моему, ни одного. Ну, разве что Чубарь, по-моему. Чубарь, да, был рабочий. Он, в Крама, Торске на заводе работал, он, в общем, в Украине. Разве что Чубарь. Рыков, профессиональный революционер, Каменев, Троцкий, Шейнман, тоже, значит, ну, Шейнман, биографию брать не буду, но вряд ли рабочий. Значит, тоже, в общем, профессиональный революционер. Почему это важно, почему это вот этот дворянский, еще раз повторяю, да, мелкодворянский, да, это служилые дворяне, как Ульянов, но, тем не менее, дворянский состав первого союзного Совнаркома важен. Вот об этом, я надеюсь, мы в следующий раз поговорим. Предвидя средь дворян, освободителя, крестьян, да? Да, вот именно. Предвидя всей толпе дворян, освободителей, крестьян. Вот эти вот освободители, крестьян, значит, образовали первое... Ну, от имущества, прежде всего, естественно. Ну, от много чего. Вот, образовали первое рабоче-крестьянское правительство Советского Союза. Значит, среди них по-настоящему крупных и толковых специалистов, кроме, естественно, Владимира Ильича, были, конечно, Красин и Сокольников. Это действительно были государственные. Рыков еще, наверное, все-таки... Кстати, что удивительно, Рыков же был заика, как и Молотов. Они оба заикались. Кстати, потомок Славы, Славы Риббентроп, он же рассказывал о своем дедушке. Вы думаете, почему он взял псевдоним Молотов? Чтобы по двум причинам. Первое, потому что он заикался, а Скрябин для заики очень сложно произнести. Скрябин это настоящая оригинальная фамилия Молотов. А второе, чтобы рабочим было ближе, агитировать рабочих. Рабочим было это очень близко. О чем рабочим много думали, это о том, кто там Молотов, кто там Сталин. Это, конечно, рабочим было близко. Но, я надеюсь, мы в следующий раз, если опять на два месяца не уйдем в творческий отпуск, в следующий раз поговорим о том, как Сталин, в какой мере он оправдывал свою фамилию, как происходил его конфликт с Лениным, почему в этом конфликте историческая правота была за Сталиным, почему его победа, ну, условная победа, потому что победа в борьбе, когда второй противник унесли его с ринга по независим обстоятельствам, это трудно считать победой. Но, в целом, победа Сталина была исторически обусловлена. так сказать, исторически справедлива. Хотя и была тут тоже развилка некоторая. Вот об этом, я надеюсь, мы в следующий раз. Да, поговорим о том, как Вадимир Ильича, как он сам говорил, обняла Кондрашка. Уважаемые слушатели, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, большое спасибо всем, кто пишет комментарии, очень важны, особенно в исторических выпусках, уточнения. Большое спасибо всем, кто репостит. Одно уточнение я сразу делаю. Восьмого дворянина нашего, Кражановский, Глеб Максимилианович, первый председатель Госпологена, тоже дворянин. Ну да, в общем, дворянское собрание, а не правительство рабочих и крестьян. Да, большое спасибо всем, кто репостит видео, большое спасибо всем, кто поддерживает канал материально. У нас, мы стараемся делать так, чтобы все было как обычно, вот, так скажем, держаться хоть какой-то стабильности. Как видите, стабильность у нас такая, что раз в два месяца делаем исторические выпуски. Но будем надеяться, что будут чаще они выходить. Спасибо большое, Леонид Александрович, всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok